Принимать документы от кандидатов будут с 21 по 28 февраля, но только в рабочие дни. Поэтому у претендентов есть немного времени, чтобы заявить о себе, учитывая, что 23 это выходной. Зато уже сейчас известно, кому доверят выбирать следующего мэра Нефтекамска. Состав конкурса комиссии остаётся прежним. То есть три представителя, назначенных указом главы республики, и три представителя от Совета. Это Василий Пётр Клавдевич, Гарифулин Олег Сабитович, Нурдинова Гузель Раисовна. 5 марта определят список кандидатов в главы, а 18 марта назовут победителя. Депутата одобрили услышанное единогласно. А в завершении сессии о делах насущных рассказал исполняющий обязанности руководителя муниципалитета. Снег остановился. В принципе, сейчас очищаем те места, которые по обращениям жителям у нас приходят. Это тротуары, в первую очередь перекрёстки, наши пешеходные дороги. Эту работу мы продолжаем и днём, и ночью. Вторая проблема – уровень заболеваемости. Эльдар Валидов сообщил, что наметилось снижение, так что дети вновь сядут за парты. В этом учебном году, похоже, успеют и опробовать возможности 17-й школы. Мы уже вот прямо со дня на день выходим на лицензирование нашей школы. Я уверен, что в ближайшее время уже в течение месяца, если никаких не будет заминок, мы уже получим лицензию. И даже уже в этом учебном году мы успеем начать учёбу нашего начального звена, по крайней мере. Темп развития города был задан очень активный, и следующему руководителю администрации придётся как минимум его сохранить. На меньшее жители Нефтекамска теперь вряд ли будут согласны.